В Великобритании премьер в юбке. Им стала лидер консерваторов Маргарет Хильде Тэтчер. Страна переживала не лучшие времена. Спад в экономике, непрекращающиеся забастовки. Быставали шахтеры, медицинские работники и даже мусорщики. Ситуацию можно было переломить только жесткими и потому непопулярными мерами, которые и предприняла премьер. В конфликте с Аргентиной по поводу принадлежности фолклендов Тэтчер задействовала все военные и дипломатические возможности для восстановления суверенитета Великобритании над этими островами. С легкой руки советских журналистов ее стали называть «железная леди». Англичане согласились. Пусть у нас нет железного мужчины, но зато есть железная дама. Прагматизм во внешней политике позволил Тэтчер переосмыслить отношения с Советским Союзом, что, несомненно, пошло на пользу обоим государствам. В России британского премьера считали самым популярным зарубежным политиком. Авторитарный стиль правления многими не воспринимался как единственно возможный и вызывал резкую критику соотечественников. Разногласия среди консерваторов привели в ноябре 1990 года к отставке Тэтчер с постов и лидера партии и правительства. Однако ее заслуги столь очевидны, что королевам Великобритании присвоил...